Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Библии, Священного Писания, книг Ветхого и Нового Завета. И сегодня мы зададимся следующим вопросом. А призывали ли люди имя Господа до рождения Еноса? И мы читаем с вами 4 главу, 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа. Это очень непонятный стих в Священном Писании. А что не молился Адам и не призывал имя Господа? А разве Каин и Авель без молитвы приносили жертву Богу? Конечно, они призывали имя Господа. Как мы можем разрешить это недоумение? Тогда начали, здесь слово «гухаль», начали, оно созвучно слову «ахулин» и родственно ему, и означает профанацию. Слово «гухаль» может быть понято двояко, как начинать и как осквернять, искажать, профанировать имя Господа. О чем это? Смысл может быть такой. Тогда начали называть Господом то, что Господом не является. Искажать характер поклонения Богу. Это одно понимание. Другое понимание, так как речь идет о потомке Сифа, тогда более торжественно стали совершать службы перед Богом. То есть характер богослужения стал приобретать не частный, а общественный порядок. И Ефрем Сирин пишет, это значит, поскольку Сиф отделился от дома Каина, род его стали называть по имени Господа, то есть праведным народом Господнем. То есть как народ Божий, они стали совершать общественные службы, торжественные, открытые, а не частного семейного характера, как это было до этого. Но на самом деле этот текст достаточно сложен для понимания, поэтому есть несколько версий, объяснений, что же здесь имеется в виду. А вот что пишет блаженный Августин, это его работа о Граде Божьем. Имя Сиф в переводе означает «воскресение», а имя его сына Еноса – «человек». Но не в том смысле, в каком имя Адам, ибо имя Адам в переводе тоже означает «человек», но на языке оригинала, то есть на еврейском языке, является общим и для мужчины, и для женщины. Ибо о нем было сказано, мужчину и женщину сотворил их и нарек им имя «человек». Из этого ясно видно, что жена была названа Евой как именем собственным, имя же Адам, означающее «человек», было общим именем их обоих. Имя же Енос обозначает «человека» так, что по уверению знатоков еврейского языка оно неприменимо к женщине. «Он сын воскресения, где не женятся и замуж не выходят». Скорее всего, здесь блаженный Августин проводит аллюзию с тем, что полновесное богослужение общественное могут совершать только мужчины. И во дни Еноса это стало уже устоявшейся практикой. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых передачах. Берегите себя. Спасибо вас, Господь! Продолжение следует...